Наши новости в прямом эфире в студии. Наталья Немогай. Добрый день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В государствах экономический рост замедляется. Теперь как никогда важно действовать сообща. Наши традиционные западные, теперь уже бывшие партнеры открыто ставят цели по полной производственной, технологической, финансовой изоляции наших стран. Мало того, коллективный запад, может и сам того не подозревая, создал предпосылки для нового, возможно, самого крупного в истории мирового экономического кризиса. Поэтому в условиях продолжающегося кризиса здравого смысла и неустойчивости экономики европейских государств, привлекательность западных рынков для нас объективно будет снижаться. Поэтому считаю, что наша приоритетная задача состоит в выработке коллективных мер защиты от внешних шоков и нелегитимного давления, а также в обеспечении стабильности роста наших экономик. Залог успешной реализации такой задачи, по мнению белорусской стороны, укрепления самодостаточности содружества, максимальное использование потенциала организации. Призыв устранять барьеры и не допускать протекционизма на пространстве содружества звучал на встрече с премьер-министрами стран СНГ президента Казахстана. Затронуты и вопросы развития транзитно-транспортного потенциала. Речь в том числе о транскаспийском международном транспортном маршруте. Благодаря ему государства СНГ смогут эффективно развивать торговлю по направлению север-юг с выходом на Иран, Индию и Персидский залив. В Астане обсудили выполнение поручений глав государств. Несколько недель назад с визитом в Казахстане был Александр Лукашенко. Реализация достигнутых договоренностей возложена на правительство. Вопросы двустороннего сотрудничества Минска и Астаны рассмотрели на встрече двух премьеров. В этом году в товарообороте хорошая динамика. Но можно больше. Казахстан готов расширить список поставок более чем на 260 миллионов долларов. Сегодня простая торговля уже мало кого интересует. Основной двигатель двустороннего сотрудничества – промышленная кооперация. Уже реализовано семь совместных проектов на общую сумму, превышающую 100 миллионов долларов с созданием полутора тысяч рабочих мест. На стадии реализации еще два проекта. Важно не снижать темпы. Что касается следующего совета глав правительства СНГ, встреча намечена на 2 июня в Бишкеке. В основе сотрудничества Беларусь и России добрые братские отношения заявила председатель Совета Республики нашей страны на встрече со своей российской коллегой. Наталья Качанова поздравила Валентина Маквиенко с переизбранием главой Совета Межпарламентской Ассамблеи государства СНГ. Значимость сотрудничества в этом объединении кратно возрастает в нынешних непростых условиях. Тем для обсуждения множество – законодательства, избирательные и другие политические процессы, противодействия цветным революциям и фейкам. Также на встрече отметили, что между сенаторами двух стран сложились крепкие и доверительные отношения. Тон в наших отношениях задают наши президенты. Эти встречи, которые проходят, они весьма плодотворные. И, конечно, мы сегодня работаем над реализацией 28 программ, о которых вы уже сказали здесь. Это будет во благо наших стран, это углубление интеграции, это сотрудничество абсолютно по всем направлениям. И мы искренне рады тому, что сегодня складывается такое взаимодействие плодотворное. Действительно, наверное, не проходит ни одного дня, чтобы не было контактов между нашими правительствами, министрами, ведомствами на разных уровнях. Уже сейчас начата подготовка к новому форуму региона в Беларуси и России. Создан Оргкомитет. Партнеры подтверждают готовность к сотрудничеству по всем направлениям. Приветствую и поздравляю с тем, что кругом не только лишь осень, но и пятница. Повод бы был, а сегодня он есть, вот взять хотя бы бывшую премьер-шу в Великобритании Ли Страсс. И вот за это вот все ей еще и пособие оказалось положено. И теперь сильно переживаем уже за другого премьера первого индийца на этом посту Риши Сунака. И, кстати, еще новость про поводы. Так сказать, последняя на пасашок. Тут Шольц с Макроном поругались. Пойду погляжу. Как правду отличить от дезинформации? Зачем иностранная СМИ все чаще использует фейки при подготовке материалов о Беларуси? В Минске на форуме молодых журналистов обсуждают современное информационное поле. Выступают эксперты ведущих республиканских масс-медиа. Тематика традиционная и новая форма работы. Прежде всего стандарты, которые предусматривают объективность, говорят и о развитии региональной журналистики. Новостях отдельного города, которые для местных жителей не менее важны, чем новости из столицы. Молодых журналистов нужно научить в первую очередь оставаться журналистами в эпоху постправды, в эпоху фейков, в эпоху соблазнов. Делать какой-то кричащий заголовок, который не соответствует действительности. И быстро на этом хайпануть. Все-таки придерживаться стандартов. Но при этом быть заметными, в том числе и в интернете, значительную часть новостей, в том числе и в регионах, получается с использованием современных технологий на мобильных устройствах. Редактор субтитров А.Семкин